Остались последние штрихи. Рабочие заканчивают благоустраивать дворы в Октябрьском районе Самары. В этом убедилась и глава города Елена Лапушкина. Она пообщалась с местными жителями и выслушала их замечания по каждому объекту. Двор на Новосадовой 275 отремонтировали на 40%. Здесь должны обустроить проезды, парковки для автомобилей, детские площадки, тротуары, зеленые газоны и установить малые архитектурные формы. Больше всего жителей этого двора беспокоят трубы, по которым уходит вода. Горожане считают, что после обильных осадков и таяния снега фасады домов будет подтапливать. Двор на Карла Маркса 181 уже привели в порядок. Дело осталось за малым. Спилить аварийные деревья, оборудовать детскую площадку и убрать так называемый ЖКХ-арт. Вычурные резиновые покрышки, которые красуются на газонах. Подрядчик, который ремонтирует двор на Гая, справился с работой на 75%. Для любителей активного отдыха сделают волейбольную и футбольную площадки, для автомобилистов широкий проезд и просторную парковку. Тем не менее, горожане высказали свои замечания главе по поводу аварийной лестницы. Эта лестница является настоящим препятствием для жителей дома по улице Гая. Ступеньки давно пришли в негодности. Перила отсутствует. Мэр Самары Елена Лапушкина пообещала решить проблему в ближайшее время. Нет, лестница меняется 100%. Ребята, ищите варианты какие, но лестница меняется. Напомним, рабочие, которые благоустраивают дворы во всех районах Самары, должны сдать объекты к началу осени. За это время им предстоит устранить все замечания и недочеты. Власти города и местные жители держат вопрос на особом контроле. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.